МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие друзья! Здравствуйте! Здравствуйте! Мы сегодня с нашими молодыми друзьями собрались здесь за чашечками чайку с небольшим угощением. Пожалуйста, друзья, вы не робейте. Это для вас виноградик и шоколадные грибочки. Но, однако, не слишком увлекайтесь, пожалуйста, угощением, поскольку у нас сегодня очень важная тема для нашей беседы. Осмотра? Ну, как бы, обзора? Обзора, да, для выяснения, поскольку всем, я думаю, очень интересно телезрителям, чтобы мы вместе с вами разобрались, какие взаимоотношения у детей, все-таки вы еще дети, и молитвы. Дело в том, что я педагог уже, можно сказать, со стажем, и иногда, когда не получается организовать детей на молитву, я говорил, как Моцарт у Пушкина в его маленьких трагедиях. Гений злодейства несовместимы. Я говорил, дети молитва несовместимы. Хотя, вроде, дети, наоборот, существа наиболее легкие, чистые, им проще и веровать, и обращаться ко Господу. Но иногда очень трудно, так я замечал, организовать детей, чтобы они внимательно молились к Господу, обращались бы к Нему. Взрослые-то многие уже так поступают. Тоже не сразу дается внимательная молитва. Все-таки молитва – это внимание к Богу. Ну да. А детям действительно очень трудно сосредоточиться? Или все-таки у вас есть какие-то впечатления, воспоминания, что вам было как-то по душе, и могли внимательно утром или вечером, или в храме встать и молиться к Господу, сосредоточиться? Получалось, что, Дашенька, ты вообще с детства помнишь какие-то свои опыты молитвы? Ну, иногда такое было. Вот приходишь с радостью на душе, хочешь прям помолиться, например, трудный час, когда тебя там перед школой, вот, и писать контрольную. Ты просишь помощи у Бога, вот, даже с радостью на душе, чтобы, знаешь, если хорошо помолишься, он тебе поможет. Но это у тебя с детства такое сложилось уже умение все-таки? Это уже какой-то навык, я думаю, или домашнее воспитание. Вы, наверное, и с родителями ходили в храм, да, с детства ли? Да, но поначалу мы просто были маленькие и уставали, поэтому мы ходили вообще на большие праздники, вот такие. Ну да, я знаю, что дети иногда, просто там куча мала где-то возле храма во время службы из них, а так, чтобы если привезти в храм, то тоже ребенок как-то ищет развлекаться. Тоже приходилось, был такой период, да, когда помнишь, что в храме надо просто это долгое время до причастия как-то переиграть, подождать, вот еще не... А когда ты научила все-таки уже более внимательно молиться? Ну, наверное, все-таки, ну, лет восемь так ходили. Последние годы, да, уже когда в школу, гимназию уже поступили. Петя, а ты думаешь, как, видел вообще, чтобы дети внимательно молились? Ты же бывал где-то в храмах, или все-таки чаще детей надо просто чем-то развлекать? Не, мне кажется, детей нужно иногда заставлять молить, ну, не так заставлять, можно сказать, что молиться надо, то, что Бог поможет, там, что Бога еще нужно бояться. Ну, работайте, Господи, со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. То есть должны родить взрослые, как бы, ставить эту высокую цель, напоминать, зачем нужна молитва. Но иногда вот бывает, когда долгие службы, ну, например, служба еще продолжается, ну, там, освещают, там, икону, к примеру. Тогда можно, ну, там, детей на минут на 15 вывезти на улицу, там, чтобы они погуляли. Ну, пожалуй, пожалуй. То есть взрослые должны с рассудительностью подходить, да, побуждая детей молиться. Во-первых, напоминать им, для чего они, просто, стой, молись, стой, молись. А Господь действительно всемогущий, надо напоминать детям? Надо. У тебя есть трудности в жизни, есть, и я не могу их решить, и ты их сам не можешь решить. Но с помощью Божьей многое возможно. Это первая такая разумная мысль, да. А вторая, это то, что надо все-таки делать какие-то перерывчики в молитве, да, особенно если в храме. Ты сам как можешь отстоять всю службу без всяких перерывчиков, про которые говоришь, или ты тоже нуждаешься в этих перерывчиков? Ну, я, конечно, не в таких, чтобы выйти на улицу, там, погулять, ну, например, на скамейке чуть-чуть посидеть, там, несколько минут. Для метра тоже такой перерывчик. Есть такая потребность, да? А что все-таки главное в молитве, Дашечка? Ну... Что мне, вот ты, если вот, я выполняю какое-то свое дело, ты же, вот я знаю, танцуешь хорошо, знаешь, что нужно сделать, для того, чтобы танец удался, был одобрен теми, кто смотрит его. А вот в молитве, какой главной какой-то цель, что отвечает за качество молитвы, что можно делать? Я думаю, нужно вот вложить все сердце в молитву, чтобы, ну, через молитву мы общаемся с Богом. Вот, то есть тебе нужно почувствовать что-то такое, частичку какую-то Господа, чтобы, вот, Он тебе помог, если ты о чем-то просишь. То есть для этого нужно, кроме сосредоточенности, еще вот сердечное чувство такое к Богу, да? А как его возьмешь? Будешь специально себя заставлять, ну, как-то выжимать из себя слезы или заставлять себя радоваться? Откуда может взяться вот это чувство? Понятно, слова мы можем прочитать, слова, написанные в молитвословах. Вы пользуетесь молитвословами иногда? Иногда. Ну, да, ну, там все черно-побелно, что называется. Я думаю, а может быть, эти чувства, просто попросить, там, если ты, если ты еще, там, лет шесть, там, ты не умеешь читать, можно попросить родители, чтобы они тебе, там, Библию прочитали. А если ты уже умеешь читать, ну, там, можно взять Библию и просто прочитать ее. То есть от чтения Библии появляется правильное чувство к Богу, ты хочешь сказать? Мне кажется, да. А потом уже удобнее молиться, да, когда ты побольше прочтешь о Боге. Когда ты уже больше знаешь, а потом не обязательно вообще читать всю Библию. Ну, вот это ладно. Я вот тоже, вот, до сих пор не могу всю прочитать. Ну, Ветхий Завет, там, очень много сложных таких. Ну, да. Может, вот даже прочитать, только спросить у родителей, а вот что самое главное, там, ну, ну, вы там посоветуете мне прочитать. Ну, может, тебе там, ну, может, тебе скажут, там, может, про Рождество прочитать, про Моисея, там, потом про, потом, что было случилось, там, про Пасху прочитать. Ну, да, про Воскресение Христовое. Вот, почитаешь про Воскресение или вспомнишь об этом, удобнее молиться, да, теплее твоя молитва к Богу. Ты живее как-то чувствуешь, что он действительно близко, что раз он воскрес, явился ученикам, вознесся, и ангелы подтвердили. Конечно же, чтение Священного Писания очень помогает, видимо, детям, и детям, и взрослым быть в этом сердечном чувстве к Богу. А в каких обстоятельствах тебе, Петя, приходилось молиться, особенно, вот хотеть молиться? Хотеть молиться, вот, иногда, по большим праздникам иногда. Ну, да, когда общее торжество церковное, хочется быть вместе, да, с людьми? Потом еще иногда, когда, еще, мне кажется, это зависит от настроения иногда. Да, пожалуй. Когда у тебя настроение хорошее, ты молишься, 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 и вся служба, как бы, пролетает незаметно. Да, у тебя хмурое, хмурое настроение, ты, как бы, у тебя служба тянется, тянется, тянется. Даже о тебе, какие вот обстоятельства жизни, может быть, особенно вынуждают молиться? Ну, когда, вот, бывают трудные минуты в жизни. А трудности с чем у тебя могут быть связаны? У тебя же, вроде, как у человека, может быть, еще юного, может быть, нет особых трудностей. Ну, почему? Например, на танцы, да, там нужно ходить, чтобы записаться. На танцы ходить, то есть нужно, чтобы у тебя проверили, насколько ты можешь, в какую группу тебя определить. А могут и не взять. Вот. Ты не так давно, я знаю, записывалась на танцы. И ты, прежде чем идти, чувствовала потребность помолиться, да, обратиться к Господу? Да. Даже не в храме молилась, а вот дома есть иконки, подойдешь, возьмешь молитвослов, помолишься, попросишь помощи. Ну, это очень важно. Но это уже, я думаю, добрый навык много, я думаю, многие из наших телезрителей, слушая вас, удивляются, думают, ну, слава Богу, когда такие дети, когда они уже приучены к молитве и знают, что помощь не только от людей, но, прежде всего, от Бога. Да, конечно. А вот как другие дети, интересно, ведь вы, наверное, встречали разные отношения к молитве? Да, разные. Некоторые вот... Иногда человек, он к молитве относится, ну, можно сказать, с душой. Он понимает то, что молитва, она, каждая молитва, она до Бога доходит. И Бог, ну, как бы, знает о том, что ты молишься, о том, что тебе очень нужно, или... Нет, все. А некоторые люди, они этого не понимают. Даже вот тот человек, который, вот, все хорошо, ходит в храм, там, хорошо, много читал в Библии, все, обучен уже этим. Он может, он в какой-то момент может это все... он может все забыть, когда у него какое-то плохое настроение. Или обстоятельства тяжелые. Да. Он может все забыть, подумать, сейчас у меня тяжелые обстоятельства, Бог мне не помогает. И вот, значит, Бог уже мне никогда не поможет. Ну, это уныние, такое состояние печали. И в этом состоянии, оно очень многим взрослым свойственно, и очень часто бывает состояние уныния, печали. И тогда, как ни странно, вроде бы надо, как царь Давид, из глубины возвах тебе, Господи, Господи, услыши, глаз мой, из глубины печали, из глубины скорбей, как раз самая настоящая молитва. Но действительно, очень многие взрослые, мне кажется, да и дети тоже, в печали как раз опускают руки и не хотят поднять глаза к небу, не хотят обратиться ко Господу, который есть источник радости в том числе. Да. Скажите, пожалуйста, а все-таки какое-то правило молитвенное у человека должно быть? Или достаточно вот так, как вы сказали, по настроению, по вдохновению? Вот, или все-таки ребенку тоже должно быть правило, такое постоянное молитва, которое он всегда должен читать, стараться? Или это трудно для ребенка, пока еще не стоит так нагружать и школу, уроки, домашние задания, кружки дополнительные, и вдруг еще какую-нибудь молитву, если она будет ежедневным правилом, может быть, это будет слишком тяжело? Нет, вот, например, особенно вот нужно читать вот перед сном молитву и утром. И утром. Вот есть какая-то потребность? Или это нужно себя заставлять? Если тебя не будут заставлять, блядь ли ты станешь вечером и утром на молитву? Ну, утром не всегда получается, но молимся еще в храме. Вот, когда они... Ну, да, у нас в гимназии утром не молитву все-таки читаются. Это удобно петь? Да, удобно, потому что вот иногда, особенно вот когда литургия бывает, ты просыпаешься вот уже часов в семь утра, да? Да, надо просыпать. Все так быстро, быстро, быстро. И нужно, например, все проснуться, а ты просыпаешься в семь пятнадцать. И, о, бежишь, бежишь, там быстрее зубы почистить, там быстрее одеться, все такое. И просто забываешь про молитву. Когда я вот ходил в свою прошлую школу, я просто иногда забывал молиться утром, а потом уже не помолишься. Ну, да, в этом отношении, конечно. А вот в гимназии забыл, например, утром помолиться, приходишь утром и... Да, и читают утренние молитвы для всех. Но это, я думаю, как раз очень удобно. Я думаю, что большинство наших детей дома не читают молитвы. Ну, может быть, перекрестятся утром, как встанут, кратенько помолятся перед иконочками. А потом, если нет литургии, то позавтракают и уже знают, что в гимназии общие молитвенные правила будут совершаться. Поэтому, конечно, очень хорошо, когда, другими словами, да, что организованные общие утренние молитвы, тогда ты не пропустишь то, что можно из-за суеты, из-за торопливости, как Петя вспомнил, и пропустить. Это очень важно, привести в порядок свои чувства. А вот про что вечером молиться интересно? То есть ты вечерком чаще забываешь или все-таки иногда встаешь на молитвы? Ну, мы с бабушкой молимся, конечно, вечером. Но вот иногда, вот, конечно, нет. А вот остальное пусть Даша ответит. А у Даши какие-то вечером? Какие-то особые могут быть прошения или воспоминания? Ну, я, ну, молюсь, когда очень-очень поздно, да, там много уроков задали. Мама скажет, ну, ложись, чтобы, а то не выспишься. Ну, я в постели читаю молитвы, все равно, ну, читаю. Вот. А если не брать все-таки формальные молитвы, которые можно вычитать по молитвослову, о чем в конце дня все-таки, какая молитва более всего просится на сердце, если все-таки есть уже навык молитв, о чем? Ну, чтобы Господь уберег тебя от всего вдруг, ну, есть такие бесы, как злые духи, они вот бывают, когда ты спишь, вот проникают, злые сны тебе снятся. После этого могут быть разные болезни, ты заболеваешь, вот чтобы Господь тебя от этого уберег. Да, ведь дети очень многие боятся ночи, темноты. А вот мне больше всего, когда вот перед сном, больше всего хочется прочесть молитву «Отче наш», почему-то. Не знаю даже, почему. Ну, вероятно, а вот интересно, почему. У меня там вот есть одна мысль просто, интересно, она вас тоже посещает или нет. Почему вот ты думаешь? Молитву «Отче наш» есть, конечно, все, все прошения, самые необходимые, это ведь молитву сам Господь дал человечеству. А что в ней такое, особенно подходящее к вечернему настроению? Мне кажется, вот там ты, некоторых молитв есть, когда ты обращаешься там к Богородице или к кому-то… Святых? …каким-то другим к святым. А вот в этой молитве как-то она более ближе к Богу, и тебе происходит чувство, что ты, когда ее читаешь, она ближе всех к Богу, и ее как бы, ну, Бог сильно, ну, как бы… Особенно слышат. Особенно слышат. Особенно внимают. Ну, это правильно, но все-таки нам нужно разобраться поточнее. Какие же чувства к вечеру? Вот правильно Дарья рассказала про одно из чувств. Конечно, ночь для многих детей – время больших страхов. И страхи во сне, особенно если дети любят смотреть различные страшные передачи, фильмы, совсем не предназначенные для них. А иногда и предназначенные для них, но сделанные, конечно, совсем недобрыми людьми, с всякими ужасами, кошмарами. Есть такие мультфильмы, да, по-моему, тоже после них… Ужастики некоторые смотрят. Да, ужастики смотрят. Дети даже любят это. Ужас от того, что страшно, то, что вызывает какое-то отвращение. Им как раз бывает это и любопытно. И тогда, да даже если нет таких печальных опытов в течение дня, но все равно, когда темнеет, когда ты засыпаешь и не знаешь, что с тобой будет в течение ночи. Мне страшно, мне вот так вот страшно ночью, что стало после того, что мне однажды приснился очень страшный сон. Ты потом боялся засыпать, да? Ну да, но потом, конечно, это было прошлой осенью, где-то в октябре, в ноябре. И вот я боялся, по-моему, до Рождества. После этого уже перестал. Ну, слава Богу. Ну, тоже я была, когда маленькой, смотрели, там сделали такое кино, как «Распятие Христа». Ну, я маленькая была очень, вот, я не понимала, после этого я долго не могла, ну, спокойно уснуть. Ну, да, фильм такой более, когда Евангелие читаем о том же самом, то это не будоражит так чувства, не ужасает. Не так близко, ну, не ужасает так близко к сердцу. Ну, да, сами страдания Господни мы принимаем, но вот это что, натурализм вот этот, да, эти куски крови, там, куски тела человеческого, кровь плещущая, она не описывается так в Евангелии. И Евангелие оставляет сердце внимательным, теплым ко Господу, но не ужасает вот такими кровавыми описаниями, кровавыми средствами. Вот это как раз недостатки фильмов на евангельскую тему, когда пытаются сделать все более сочно, а на самом деле вместо духовной пользы оказывается вот только такое тяжелое впечатление, которое оставляет фильм. Ну, про страхи мы рассказали. А вот чем еще все-таки для детских чувств, для взрослых тем более, отличается вечер? Все-таки это уже завершение дня, а в течение дня, наверное, все-таки всякое могло быть. Да. Вот еще вот, когда мы о страхе вот говорили, можно еще вернуться к этой теме? Ну, давай еще немножечко, а потом пойдем все-таки дальше. Еще вот очень иногда бывает страх, что после того, как ты прочитал какие-то страницы из Библии, да, после того, как у нас вот еще в седьмой школе, да, был такой урок под названием «Основы православной культуры». И там нам начали рассказывать про какого-то святого, я уже не помню, там вот как его, он потерпел какую мученическую смерть. После этого, вот тоже иногда бывает очень страшно, когда вот ты читаешь, ну, или тебе рассказывают, и вот какую смерть терпят люди, и иногда от этого становится очень страшно. Да. Ну, конечно, это серьезные доводы для того, чтобы молиться Господу, потому что все в руках Божьих, и жизнь и смерть наша, и поэтому действительно, с одной стороны, вот такие описания мученичества вызывают такой человеческий ужас, потому что иногда все эти жесточайшие тираны, которые терзали христиан, не жалели никакой изобретательности для того, чтобы сделать больнее и страшнее испытание. Но все-таки, с другой стороны, в чем сила жития святых по сравнению с фильмами ужасов, в том, что эти ужасы, которые были подготовлены для христиан, не смогли их победить. То есть все равно Бог остался победителем. И человек, даже претерпев такие страшные мучения и перед лицом самой смерти, остался верен Господу. И поэтому такие страхи, которые остаются у нас после чтения житий святых, на самом деле, не только и вовсе не отчаяние приносят нам, а наоборот, побуждают нас активней и сердечней молиться Господу, который действительно делает нас победителями во всем. Ну, а все-таки, если мы с вами подумаем, какая молитва для вечера особенно уместна, вспомнив о том, сколько разных дел и не всегда, быть может, безупречных было у нас в течение дня. Бывает ведь такое? Вечером надо же подвести итог. Бывает, что, Петь, ты, когда у тебя спокойные минуты, тихо, не с кем тебе пообщаться, поиграть, вроде дело уже ко сну, немножко помолясь. Вспоминаешь ты прошлый день, прошедший, и его, и может быть, не всегда безупречное свое поведение, какие-то свои ошибки. Случается такое? Ну да. В основном я перед сном стараюсь вспомнить что-нибудь веселое. Ну, это ты молодец, конечно. А если в голову не столько веселое... Вчера, вот, к примеру, я никак не мог заснуть вчера. Все потому, что вот когда вот я перед сном, ну, вспоминала прошлый день, да, вдруг мне вспомнился вот этот сон, который мне присутился вот давным, ну, еще в прошлом году. И вот после этого я еще целый час не мог заснуть. Ну, вот видишь, может быть, тоже из-за того, что забыл внимательно помолиться, когда молитву читаешь, то эти помыслы посторонние, они как-то отступают. Когда зажигается свечечка, то тьма, она как бы прячется по углам. И так у нас в сознании, когда слово к Богу, когда молитва к Нему, как свечечка загорается в нас, то тогда всякие темные мысли, мрачные воспоминания, они отступают, как темнота. — Ну, а скажи, пожалуйста, хорошо вспоминать что-то веселое, а если вспоминается, наоборот, свои не очень хорошие поступки? Ведь бывают и такие у всех у нас, да? — Да, бывают. — Вот, то кого-то, может быть, огорчили, обидели, где-то не сдержались, может быть, когда сказали неправду. Вот, каким тогда молитвенным словам более всего располагают такие воспоминания? — Ну, я точно не могу сказать, вот, но я думаю, если ты, вот, какую-нибудь молитву тебе нравится, ты ее с душой прочтешь, то тогда вот, ну... — А какого рода молитва нужна тогда, когда мы вспоминаем за собой плохие, не самые удачные поступки, слова минувшего дня? — Ну, я даже не знаю, но вот мне любая молитва, лишь бы только она была на душе. — Но ведь есть молитвы разные. Есть молитвы, когда мы хотели поступить на танцы, и нас взяли, и мы говорим, слава тебе, Господи, что нас взяли. Это молитва благодарственная, мы благодарим Господа. Есть молитва, в которой мы просим, чтобы она нас защитила. А вот если мы виноваты перед Богом, если мы кого-то огорчили в этот день, если мы где-то поленились, то какая молитва очень уместна вечером? — Вот я вот... — Какая? Какого рода? О чем попросить Господа, если на нашей душе какие-то мы чувствуем грехи? — Ну, я думаю, прежде всего нужно, ну, извиниться перед Богом. — Ну, да, извиниться, только мы извиняемся перед близкими, а вот перед Богом что делать? — Как называется это чувство, это действие, это молитва? — Мне вот кажется... — Подожди, подожди, слышишь, о чем я спрашиваю? — Да. — Как называется? — Кто? — Молитва. — Молитва? — А то ты, видишь, закусил, попил, и отвлекся, о чем сейчас с Дашей разговариваем. Вот Даша правильно говорит, надо извиниться. Но только мы извиняемся перед людьми, а пред Богом, как называется наша просьба о прощении? — Я просьба не знаю, как называется, но вот я помню молитву одну. — Так. — Я ее не очень помню, но я ее несколько раз в храме слышал. — Так, к чему она посвящена? — Да, в конце... В общем, эта молитва... Я ее название даже не помню. — Ну, ничего, молитвы нет названия. — Она... Она вот тоже... Господи, там, прости нас как-то вот так. — Прости, помилуй. Конечно. В молитве мы пред Богом еще каемся. Правда? Покаянная молитва. День, он напоминает собой целую жизнь. Когда мы проснулись, нас как бы не было. И вдруг мы просыпаемся, начинается день. Потом день заканчивается, и каждый денек отдельно. Он напоминает собой даже целую человеческую жизнь. Поэтому очень важно, чтобы все грехи нашей жизни были поисповеданы. Чтобы мы попросили прощения у Господа за все прегрешения, как в минувшей жизни, так и каждого маленького дня. Я думаю, тот, кто вечером не только о веселом думает, чтобы еще ночью, еще во сне хохотать, тогда, когда полдня просмеялась, а вспоминает и свои грехи, вспоминает, чем он огорчил Господа, как он обидел, и, быть может быть, в чем-то своих ближних. Вот, и просят у Господа прощения. Покаянную молитву читают. Такие покаянные молитвы, знаешь, какие-нибудь? То, может, телезрители скажут, очень это сложный вопрос. Самые коротенькие покаянные молитвы. Вот как раз, Петя, ты сказал, что ты? Удобнее смеяться все ночи, везде? Не помнишь? Нет, я не помню. Господи, помилуй. Господи, помилуй, конечно. Вот, так, интересно. Ну, а вот в таком случае, когда весело на душе, как Петя, есть время для молитвы или нет? Или только остается хихиха-ха? Вот когда человеку так радостно, он что, может сказать, уже нельзя христианину веселиться? Скажут, ну, какой мальчик у него, только, может быть, в цирке ему надо либо сидеть все время, либо даже работать, чтобы ему было всегда весело? И дрессировщикам, в принципе, можно. Дрессировщикам не всегда весело, по-моему. Когда тигр не слушается, я думаю, тут не посмеешься. Ну да. Да. Вот как ты думаешь, человеку, которому весело, ребенку, который развлекается, ему совсем не до молитвы? Или все-таки можно найти время или какие-то слова особые? Можно. Можно? А какого рода молитва для веселого человека? Можно, даже не можно, а нужно всегда находить время для молитвы. Да, пожалуй. Ведь, вы знаете, апостол Павел как раз соединяет два этих заповеди. Он говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите. Вот какое должно быть внутреннее устроение человека, который помнит о Боге. И радоваться, знаешь, легко, когда у тебя угощение, добрые друзья рядом. А когда трудно, тоже надо радоваться. А когда трудно, нужно молиться обязательно. Конечно. Вот это и есть важное дело, которое, к сожалению, многие из нас, да и мы сами иногда забываем. И тогда впадаем в какую-то растерянность, впадаем в уныние, вместо того, чтобы обратиться ко Господу, к источнику всех благ. А были какие-то у вас воспоминания об особенно такой теплой молитве, особенно молитве, которая была услышана, которую вы принесли Господу и не успели быть, может, еще завершить молитву? Вот она награда, вот она от Господа, то, что просили, вот она милость. Не припоминается таких случаев, чтобы, помоляясь от души, получить от Бога то, что просили? Да, были такие случаи. Не расскажешь? Надо вспомнить. Ну, я... Был такой случай однажды, когда бабушка мне сказала, вот, петь, нужно сейчас одну молитву нам новую изучить. Это Богородица Дева Радуся. Так. После того, как мы вот ее повторили несколько раз, да я ее уже запомнил, потом еще мы помолились, после этого мне тоже, вот, после... Радость на душе? Да. Не то, чтобы какое-то событие. А вот скажи, мы знаем с Дашей, что ты очень заядлый болельщик футбольный. Да. А когда твоя команда выигрывает или проигрывает, или должна выиграть, тебе не приходит на мысль, что надо помолиться? А то я слышу тогда комментаторов изредка, там, где-то, там, по радио, там, или где-то увидишь, кто-то внимательно смотрит. Комментаторы такие бывают странные, они желают победы, там, команде нашей, но во время этого своего комментария чертыхаются, прости Господи, как-то говорят какие-то вещи, которые можно назвать суевериями, вот, и совсем это не, в общем-то, не... Вот это было однажды такое... Не думаю, что помогает. Вот однажды, когда вот Зенит играл с Янг Бойзом... Давно это было? А? Давно это было? Это было зимой. Так. Даже весной. Чемпионат какой-то был? Это была Лига Европы. Так, и что? И вот тогда Зенит первый матч проиграл 2-1 у них. И дома начал 1-0 проигрывать. Тогда дедушка уже расстроился, все, наши не выиграют. А я вот в свою... У меня тогда икона была, висела в моей комнате. Я вот встал, помолился, и потом Зенит три меча наколотил. Вот это да. Ну, смотрите, это все-таки чудо. Хотя, может быть, конечно, Господь повелевает молиться более всего о высоких предметах. Ну, чтобы душа наша спаслась, чтобы мы исправлялись, чтобы наших родственников, близких людей Господь помиловал. Вот, но я думаю, что такая детская молитва, может быть, Петя как раз обеспечил Зениту выход куда? В следующий тур? Да, но только в следующем туре он проиграл. Ну, ведь ты плохо помолился в следующий раз. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что трудно нам будет все стороны детской молитвы в такой коротенькой нашей встрече обозначить или оговорить, или, как ты сказал вначале, обозрить, но, тем не менее, мы кое о чем с вами потолковали. О вечерней молитве, об утренней, которая должна быть организована, чтобы в торопях ее не забыть, и о том, как вечером неплохо, и попросить Господа не оставлять своей помощью и защитой, и о том, как покаяться не лишнее перед сном, вспоминая грехи минувшего дня, вспомнили о том, что и в радости надлежит благодарить Господа, и в трудностях не оставлять к Нему обращения. Ну и, наконец, что бы мы ни желали, что бы мы ни чувствовали необходимым для нас, обращать ко Господу, представлять Господа, а Он, будучи милостив, иногда даже наши такие, может быть, и не очень серьезные прошения, но исполняет для того, чтобы мы не унывали и крепче в Него веровали. Ну что ж, дорогие друзья, благодарим вас за внимание и наших Петю и Дарью за интересную беседу. Будьте здравы, храняй вас Господь. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok